В Покровске Хангаласского района прошел республиканский благотворительный турнир по самбо. Среди юношей соревновались в девяти весовых категориях. Иван Игуров подробнее. Занятия борьбой самбо ведет к гармоничному развитию детей, улучшается быстрота, скорость и координация движений. Поэтому дети, которые занимаются борьбой самбо по школьной программе, всегда переживают своих сверстников. Главным судьей соревнований был тренер высшей категории с 30-летним стажем Николай Петрович Лоднев. На сегодняшний день в городе Покровске 9 команд по борьбе самбо и 115 участников. Мы будем проводить дальше этот турнир, потому что это единственный турнир, где все ребята, все тренеры остаются с подарками. Мы будем стараться этот турнир расширять. Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью строймонтаж 2002 Роман Владимирович Перходько уже восьмой год проводит соревнования по самбо. Всегда материально и морально поддерживает юнор спортсменов. Мы планируем и в дальнейшем, как я уже сказал, развивать, пытаться участвовать в развитии этого вида спорта. То есть у нас есть определенные планы и финансово, и в каком-то техническом обеспечении. Мы регулярно устраиваем, являемся спонсорами выездов наших детей по России. Радуемся успехам детишек. Именно этих гостей было много. В середине была мастер спорта России по самбо и дизидо, воспитанница Масугловской спортивной школы, выпускница училища Олимпийского резерва имени Армана Дмитриева, закончившая Дальневосточный университет в городе Хабаровске с красным дипломом Мария Фарукова. Пришла я в пятом классе, меня сразу заинтересовали тренировки, потому что они были по-своему интересны. Наш тренер Лодник Николай Петрович нас обучал всему, советовал, постоянно на соревнованиях над нами браушества. То есть мы познавали этот вид спорта и дзюдо, и самбо многогранно. Юные самбисты плакали от радости победы над соперниками и не скрывали слез после обидного поражения. Растут хорошие и сильные ребята. Одесский спорт в Хангалацком улусе успешно развивается. Иван Егоров, Александр Ярков, НВК Саха, Хангалацкий улус. Продолжение следует...